Мы говорили о Ное. Немного хочу повториться, то, что мы уже говорили. Он был совершенным в его поколении. Он ходил перед Богом, у него были взаимоотношения с Богом. И он ходил праведно перед Богом. Мы видим, что эта идея о том, как ходить перед Богом, три раза появляется в Писании. Три раза и говорится о двух людях, о двух личностях. Вначале о Енохе и о Ное. Это тоже в книге, о том, что мы читаем. Мы читаем, что мы читаем. Продолжение следует... Шестая глава, где там говорится, что Ной приобрел благодать перед лицом Бога. Что Ной был праведным и целостным человеком. Также говорится, что он был проповедником праведности. Он не только жил праведно, он также проповедовал. Нам нужно и то, и другое. Не всегда будет хорошо, когда только одна сторона будет соблюдаться. Очень хорошо, когда наши действия соответствуют нашим словам. Так как мы можем много говорить, но если не так живем, то не будет тогда этой силы свидетельства, которые Бог хочет дать нам. Он никогда не боялся предупреждать людей, даже если у них была греховная природа. Я думаю, что это признак нашего времени, что не так часто мы услышим, как можно это назвать или характеризовать проповедь об огне ада. И я согласен, что нужно вообще сбалансированное послание. Ведь это не только любовь и милость Божия в отношении нас. Но Бог также призывает отложить все то, что не соответствует воле Божией и не соответствует Слову Божьему. Исайя 58, глава 1 стих. «Зывай громко, не удерживайся, возвысь голос Твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его». Мы должны быть готовыми давать или передавать это целостное послание. Цельное послание, которое говорит о любви Божией, также о святости Божией и о том факте, что Бог ненавидит грех. Это то, что лично я встречаю в своей жизни каждый день. Как говорится, никогда мы не достигнем такого состояния, что никаким искушениям мы не будем поддаваться. Хотел бы я, чтобы так было. Но боюсь, что из личного опыта могу свидетельствовать, что в этой жизни это нереально. Писание говорит, что в один день мы будем совершенными. И очень важно, чтобы мы это тоже понимали. Но это значит, что, как Павел сказал, мы постоянно должны быть поставлены плоти под контролем Бога. Так же, как Павел говорит, что постоянно мы находимся в плоти или плоти, которая покоряется Богу. И Дэвид Порсон, я не знаю, слышали ли вы о нем? Он очень известный, широко известный учитель в Англии. Я лично его еще знаю. Однажды он рассказывал нам свою историю. Он говорит, что, ну, поскольку я так много делаю все таким хорошим методом, то есть, все у меня хорошо получается. То есть, я достиг такого уровня в своей жизни, что больше никаких проблем у меня нет. Но если вы думаете так, то идите и поговорите с моей женой. Потому что она знает меня. Она также знает мои несовершенства. И это так. И мы должны это помнить ради нас же самих. Ноах был первым истинным и, наверное, первым стражем. В Иезекииле 33, 7 говорится. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем Дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слов и вразумлять их от меня. И именно это же и делал Ной. И даже сам факт строительства Ковчега — это уже большое свидетельство. И многие проповедники эту историю пытаются показать в современном контексте. Представьте, если это пришлось вам бы делать в наше время. Нужно было бы получить разрешение на строительство, во-первых. Потом нужно было следовать всем законам о труде и защите труда. И соседи бы постоянно на вас жалобы писали, что вы постоянно там что-то отстроите, что-то мастерите и шум делаете только. И могу представить, что даже в те дни люди бы спрашивали, Ной, ты что делаешь? Ну, в принципе, Ной, да, ну, не знаю, кораблик строим. Ной, ты пойми, тут же нет нигде воды рядом. И твой кораблик такой большой. Ной говорит, ну, вода придет. И потом он рассказывал им о том, что Бог будет судить мир. И можно представить, как они смеются над ним. По моей жизни, когда я только пришел к Богу, Кажется, я рассказывал эту историю раньше. Или, может, вы ее не слышали. Простите, если все-таки вы слышали историю. Немного расскажу ее вам. Я не могу сказать, что что-то такое драматичное было в моем обращении. Но, конечно же, влияние это оказало на жизнь мою. Настолько сильное влияние, что я всем хотела рассказывать о том, что произошло. Но я был очень, можно сказать, таким нервозным молодым человеком. Очень стеснительным. Я спрашивал, Бог, как я могу это сделать? Я не такой, как бы, харизматичный человек. И для меня очень трудно коммуникации находить и завязывать новое знакомство. И трудно мне просто о чем-то болтать. И Господь ответил мне, ну, очень простая вещь, сказал, но, взросленно, очень трудно это было. В то время я учился и работал параллельно. Я учился на инженера по дизайну. Я работал на фабрике. И всякий, кто работал на фабрике, знает, что это не самое лучшее место для того, чтобы распространять Евангелие. Там были эти работяги. И большинство интересов, которые, круг интересов этих мужиков был карты, футбол и женщины. И у них также был специфический язык. И сами они выходили, были выходцы из таких особенных районов города. И там, где я работал, как по стенам были развешаны все эти иллюстрации леди, различных леди или женщин. Тут я не буду вдуваться в детали. И также бригадир был наихудшим из всех. Если вы думаете, что я большой, то вам бы следовало его увидеть. И у него каждое второе слово было нецензурное. И все боялись этого парня. Что Господь сказал мне делать? Он говорит, когда идешь на работу, бери с собой Библию. Когда будешь садиться идти на обед, ты читай Библию. Это все. Это не было место обеда, но это было параллельно вместе с обедом. Можете представить такую ситуацию? Окей. Подумал я. Я попытаюсь. И так же я и поступил. И в те времена не было специальных мест или там столовой для обеда. Просто там, где ты работаешь, на своем рабочем месте, сидишь на стуле и там же кушаешь. Поэтому я сел, взял сэндвичи, взял Библию. Я читал и кушал. Первые пару дней было все в порядке. Каждый был занят своим делом. Там парни с другой стороны, они там играли в карты. Некоторые читали тоже особенные журналы. Я спрашиваю, какие журналы или книги? Ну, с плохими героями. Ну, это, в конце концов, порнографические журналы были. И в один день бригадир шел там между этими рядами. И, как я сказал, я тогда был очень таким тихим человеком. Ну, сам по себе был. Он посмотрел на меня и спрашивает, что ты там читаешь? Я говорю, это книжка. Он говорит, а что за книжка? А ну, дай мне посмотреть. Взял ее. Эй, слышите, смотрите, что он читает. Он Библию читает. Начали потом прикалываться, шутить на дому. Ну, конечно, все смеялись совместно. Я продолжал так же. Дальше. Где-то на протяжении двух недель каждый-каждый день постоянно меня цеплял. А я просто молчал. Бог ничего мне не говорил больше. Но затем в один день бригадир опаздывает на работу. Это очень необычно было для него. И он был очень печальным. и во время обеденного перерыва он подходит ко мне и говорит, можно с тобой поговорить? Я говорю, хорошо. Он говорит, ну давай пошли на улицу. Я думаю, что он сейчас будет со мной делать. Что, я ему какие-то проблемы причинил? Я увидел, в принципе, его объем кулака и думал. Поэтому мы пошли за пределы помещения в фабрике в такой коридорчик. И затем он начал говорить и начал плакать. Он говорит, мне нужна помощь. Он говорит, вчера моя жена ушла от меня. И он говорит, ты знаешь, что я не такой уж хороший человек. Но что-то во мне поломалось вчера, когда я пришел домой. И я не знаю, что делать. Я люблю свою жену, но я плохой муж. Иногда я ударяю ее, ругаю ее. Что я делаю? Я думаю, о, Бог уже мой. Думаю, что у меня тогда было где-то 18 лет. Что я вообще знаю о консультировании по вопросам брака? Что я могу сказать ему? Я говорю, Бог, ты меня привел в это место. И теперь выведи меня отсюда. И я честно сказал ему, я не знаю, что я единственное могу сделать, это молиться от тебя. Хочешь, чтобы я это делал? Он говорит, да, пожалуйста. И затем очень странная вещь произошла. Он встал на колени в том коридоре, и он начал свое сердце изливать перед Богом. Он рассказал Богу все свои грехи, а я просто рядом стоял. А затем поставил руку свою на него и говорю, Бог, у тебя есть решение, и, пожалуйста, помоги этому человеку. Аминь. Очень хорошая молитва. Три дня спустя он приходит на фабрику с огромной улыбкой на своем лице. Подбегает ко мне, поднимает меня, и он говорит, моя жена вернулась. Можно рассказать еще много большего, но жизнь того человека полностью изменилась. Не из-за того, что я делал, но да, но это было мое послушание и простые, просто вещи. А что произошло в последствии еще больше удивляет. before this man had been the leader in all things bad. Again. This man before had been the leader in all things bad. All things bad? Bad. А, прежде, тот человек был лидером во всем таком ничтожном и плохом, но теперь он стал лидером во всем хорошем. Как вы помните, он бригадир на фабрике. И он очень был таким лидерствующим и очень весомым человеком. И он начал рассказывать Евангелие. И он показывает на меня и говорит, так, мы начнем молитву на служение. Хорошо. Мы начали это делать, молитву на собрание, и постепенно некоторые из мужчин приняли Христа. Но наибольшая перемена была вот в чем. Постепенно начали исчезать те картинки со стен. и ругательство начало уменьшаться. Так как вся атмосфера начала меняться. пробуждение. И вот что я называю пробуждением. Это не только когда люди принимают Христа, но когда изменяется вся атмосфера. быть стражем. Быть стражем. Поэтому я сделал тебя стражем для дома Израилева. поэтому поэтому и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. это все просто. Очень просто слышать то, что говорит Бог и быть послушным. И это же мы видим в жизни Ноя. Я думаю, что мы находимся в похожих ситуациях, как были времена Ноя. Нужно предупреждать Божьих людей, как никогда раньше. И наша ответственность в этом состоит. И делать то, что необходимо. время пришло стать стражами, а не наблюдателями. И так же, как Бог сказал Ною построить ковчег. И мы можем спросить себя, почему это необходимо. И не нужно долго рыться, чтобы найти в Писании. бытие 6, стих 5. И увидел Господь, что велико возвращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Кажется, что это было очень особенное время в истории. Было так много зла, что трудно было найти человека, вот этот один человек, так оно, который следовал за Богом. не знаю, можем ли мы вообще полностью представить себя, какие то были времена. Но я знаю, что я вижу сейчас в мире. И все плохо. Всевозможное зло, виды зла. В Бтие 6, 13, Бог говорит Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое. Ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Еще один стих, во 2 Петра, 2, 5, по 8, стих. Здесь снова упоминание о том, как Бог смотрел на те времена. Интересно, как это повторяется снова и снова в Писании. Поэтому это, как можно сказать, весомые очень факты. все было написано нам наставление, нам пример. Все Писание написано Богом для учения, для наставления, для исправления и так далее. 2 Петра 2, 5, 8. Он не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, поповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И еще 2 Петра 2, 12, 19. Еще снова мы видим взгляд Бога на эти проблемы. Я думаю, что достаточно ясно сравнение с современной ситуацией. Также Луки 17, 26, 27. Как Ишуа говорит, что будет так же само. И еще он говорит, что дни Сына Человеческого будет так же, как было во дни Ноя. Люди ели, пили, женились, выходили замуж до последнего дня, пока Ноя вошел в ковчег. и затем было уничтожение. Я думаю, что очень сильно похожи на времена Ноя на сегодняшнее время. И так же, как Ноя верно предупреждал своих современников. Мы должны такое же делать, так же повторять. Какова же была мотивация Ноя? Допустим, у вас праведная душа, и у вас Дух в правильном состоянии, то, когда вы видите зло, это будет очень сильно вас поражать, касаться. И мы должны проверять свою чувствительность к тому, что происходит вокруг. И как мы изучаем этих героев веры, то нужно понять, что это для нас ободрение, чтобы мы становились как они. Чтобы понять, какова мотивация была в их жизни, чтобы достигать такой веры. Я думаю, что очень сильно Ноя поражала вот это сильно развитое зло, нечестье, грех. И он знал, что в какой-то момент Богу придется прийти и судить. И мы также должны помнить этот факт в наше время. Да, есть благодать. Да, есть любовь Божия. также нужно понимать, что Бог праведный, и Он будет судить грех. Во-первых, в нашей жизни личной, а затем уже в мире. Ноя ходил перед Богом. Это для того, чтобы сделать особое ударение на его взаимоотношениях с Богом. Очень близкие взаимоотношения у них были. И поэтому он мог слышать Бога. и мы должны научиться, как настраиваться на эту волну, как быть чувствительными, чтобы мы смогли услышать и понять. Я думаю, что это все процесс роста. Но и нам также нужно что-то делать, прилагать усилия для этого процесса. И как результат этой ходьбы перед Богом, жизни с Богом. Он знал то, что находится в разуме Бога и каковы цели Бога. Это, в свою очередь, приводило к непоколебимой вере и уверенности в том, что было еще невидимо. И поэтому автор послания к евреям записал этот факт. И Ной тоже находится среди этого облака свидетелей. в том мире, который заполонил насилие, разврат, коррупция. Ной оставался праведным перед Богом. Я думаю, что это урок для нас, также ободрение. чтобы мы поняли, мы можем оставаться близкими с Богом, даже если все вокруг нас злое и плохое, грешное. что нет никакого извинения. Говорить. Ну, живем, типа, мы в такой области, в такой местности. Мы призваны быть свидетелями. Мы призваны быть стражами в этих обстоятельствах. Бог поместил вас там. Он знает, что вы там. И у вас все возможности, чтобы Он помог вам. Для того, чтобы вы росли, шли дальше. Он может вас укрепить, так же, как Он укреплял Ноя. как Библия говорит, Ноя был непорочным в своем роде. Трудно представить, как у него это получалось. Но снова и снова читаем в Библии, что Ноя делал все так, как Бог ему заповедовал. Я думаю, что это ключ. Ключ в том, что он слушал Бога, слышал Бога и слушался. Ноя жил 950 лет. Прекрасная длинная жизнь. Благодаря его верности Бог решает спасти на Бога, ая хоро,